Друзья, всем привет! Замечали ли вы, что контактный провод над железнодорожным полотном расположен как бы зерезообразно, змейкой и виляет туда-сюда. Конечно, если стоишь, просто так и не заметишь, но если со стороны машиниста посмотреть, со стороны кабины, когда он едет, то он как бы виляет туда-сюда. То есть на каждом столбу, где подвешен этот контактный провод, он закреплен по-разному получается и имеет вот такую конструктивную особенность, зерезообразность такую, да, вот туда-сюда виляет, вот, как змейка. Так вот, друзья, для чего расположен так этот контактный провод, я вам сейчас расскажу. Верхняя часть только приемника локомотива, которая непосредственно находится в соединении с контактным проводом, называется полозом. А на полозе находятся контактные вставки на графитовой или коксовой основе, которые обладают большой термостойкостью, высокой износостойкостью, а также низким коэффициентом трения. Но помимо, естественно, угольных вставок могут поменяться еще и медные, алюминиевые и металлокерамические, то есть кому как душа позволяет, да, и финансы. Так вот, друзья, эти контактные вставки имеют свойство изнашиваться. И если контактный провод будет находиться в одном положении, то эту контактную вставку просто сделает на ней канавку. А еще лучше на две части ее, да, пропилят, как болгарка. Ну, естественно, если в одном расположении будет находиться провод. Так вот, друзья, чтобы этого не произошло, чтобы не было никаких канавок, чтобы полоз на две части не разделился, и сделали вот такое вот связообразное расположение контактного провода. То есть этот провод елозит по всему, по всему этому полозу, да, контактный провод по всему полозу елозит, и получается равномерный износ, и он долго так прослужит. Вот, друзья, для этого, я думаю, я вам объяснил простым языком. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставим лайк, как всегда. До свидания.